Лучший из россиянок Казакевич, 14-е. В субботу комментатору Дмитрию Губерниеву пришлось жевать свою воришку в прямом эфире Матч ТВ. Все из-за женщин, которые не смогли в эстафете прервать безмедальную серию команды. Перед пассютом он уже ничего не обещал. Хотя от Динары Олимбиковой россиянки были не очень далеко, Ульяна Кайшева уступала 50 секунд, Ирина Казакевич и Лариса Куклина проигрывали чуть больше минуты и только Евгения Павлова была вторых. Олимбикова преследовательниц к себе подпустила еще до первого рубежа. Вот только погоня Терилекхов и Марти Улсберой Селан дальнейшего продолжения не имела. Обе отправились на штрафные круги. Рой Селан, правда, чуть больше повезло, одно не попадание, поэтому белорусски она уступала не так много, 25 секунд. У нас же место лучшее из россиянок занимало Казакевич, 55 секунд отставания, потому что Кайшева четвертым выстрелом промазала. Остальные пока были похуже. Второй круг оказался для Олимбиковой неудачным. Она споткнулась, упала и уступила первое место Маркете Давидовой. Сбой помог подобраться к ней вплотную Франциске Пройс, Доротея Верер, Рой Селан и Элвири Эпберг. Естественно, что после очередной лёжки многие из них отсеялись. Промахи отцепили Чешку и Немку. Остальные проигрывали лидирующей группе больше 20 секунд. Наши же позиции стали еще хуже. Погоня никому из россиянок не далась легко. Отсюда и промахи. На стойке из претендентов на победу вылетели Верер и младший Эпберг. А вот Рой Селан и Элвикова продолжали стрелять точно. Белорусская хоть и проигрывала норвежке 8,3 секунды, но еще ничего не теряла. Ей не нужно было думать о преследовательницах позади. Верер и Ханна Эберг уступали Элвиковой где-то 25 секунд. Кстати, Казакевич прошла этот рубеж без промахов и снова затесалась в топ-15. Держалась Ирина за быстроногой Эберг. Прийти вместе с Рой Селан на заключительный рубеж у Олимбиковой не получилось. Она явно уступала ходом, проигрывая на отметке 7,6 километров 15 секунд. С таким заделом норвежка даже промах себе могла позволить. Так оно и вышло. Динара же сработала чисто и ушла с рубежа, проигрывая ей всего 2 секунды. Вот только силу Олимбиковой держаться за Рой Селан сегодня не было. Норвежка задал года финиш и от нее убежала. Ноя серебро для белоруски – большой успех. Она становится супертопом. Она уже на втором месте в общем зачете Кубка мира, в 6 очках от Рой Селан. Наши девушки снова не смогли бы бороться за топ-3 источной стрельбой. Казакевич финишировала 14-й, Куклина – 23-я, Каэшева – 27-я, Павлова – 42-я. На четвертых биатлонистки промахнулись 13 раз. При этом погода позволяла стрелять с минимальным количеством ошибок. Теперь же кажется, что безмедальный антирекорд прерваться может только в какой-нибудь из эстафеты не более. Объективно, но команда пока не в тех кондициях, чтобы бороться с лидерами сезонно.